Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Языки раздора, Пассе приняла резолюцию по закону об образовании. К чему претензии? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинский вопрос на сегодняшнем заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Евродепутаты приняли довольно жесткую резолюцию. Что советуют Пассеи? Планирует ли Киев принимать во внимание эти рекомендации? Все подробности знает Ирина Иванова. Она в Страсбурге. Сессионный зал парламентской ассамблеи Совета Европы рассчитан на полтысячи мест. Во время обсуждения украинского вопроса он был заполнен едва на треть. Это делегации Венгрии, Румынии, Молдовы, Болгарии, Польши и, конечно же, Украины. Итоговую версию резолюции депутаты поддерживают большинством голосов. 82 голоса за, 11 против, 17 удержались. Резолюцию принято. То, что проект резолюции об образовательном законе будет жестким, было известно заранее. Но в документ, подготовленный Комитетом по вопросам культуры, делегаты от Румынии и Венгрии во время дебатов вынесли значительное количество правок. Обсуждение закона выдалось очень эмоциональным. К сожалению, использование седьмой статьи нового закона в политических целях бросает тень на проевропейский ориентированный закон. Господа, я подготовил выступление, но после услышанного от моих коллег решил просто порвать свою речь. Я встревожен судьбой румынской и молдавской общины в Украине. Украинской стороне стоило сначала обсудить этот вопрос с нами и с Венецианской комиссией. В резолюции ПАСЕ признает право Украины поддерживать украинский язык в учебном процессе, но указывает на важность защиты прав нацменьшинств обучаться на родном языке, наставить на соблюдении принципа недискриминации. Еще одно замечание. Трехлетнего периода наведения норм закона может быть недостаточно. Украинская делегация уверяет, что остается открытой к дальнейшим обсуждениям острых вопросов. Также важно восстановить конструктивный диалог между заинтересованными сторонами. От ассамблеи прозвучал очень четкий месседж. Восстановить конструктивный диалог между различными заинтересованными сторонами. И от Украины в этом вопросе ожидают ничего иного, как внесение изменений в закон в соответствии с европейскими стандартами. В любом случае, резолюция ПАСЕ не требует от Украины немедленно менять образовательное законодательство. Главные рекомендации к концу года должна предоставить Венецианская комиссия. Ее выводы пообещал президент. Украина обязательно учтет. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Венгрия продолжает украшать Украине из-за принятого недавно закона об образовании. Киев предупредили об акции протеста возле посольства в Будапеште. Она пройдет под лозунгом «Самоопределение для Закарпатия». В нашем медиа-акцию назвали сепаратистской, призывают ее запретить. Все детали узнаем от Светланы Чернецкой. На акцию за национальное самоопределение венгров Закарпатия людей собирают завтра вечером. Протестовать намерены под посольством Украины в Будапеште. Об этом сообщил венгерский МИД, а значит, Демарш поддерживают на уровне правительства. Это и взмутило главного украинского дипломата Павла Климкина. Угорский МЗС сообщил нашему посольству про акцию 13 жовтня под гаслом «Самовизначение для Закарпатия». Это что? Будапешт поддерживает сепаратизм? Негайно направили ноту протесту с требованием защищать эту провокацию. Впевнены, Угорщина и надалее поважает территориальную ценность Украины. Организаторы завтрашней акции – праворадикалы из партии «Справедливости и жизни». Она не представлена в венгерском парламенте, а по идеологии очень близка к ультраправым националистам из Йобика. Обе партии выступают за защиту венгерских ценностей и интересов, в их числе патриотизм, христианство и консерватизм. Представители Йобика, кстати, тоже будут среди участников протеста. В частности, депутат Европарламента Кристина Марвай. Ей запрещен въезд в Украину из-за визита в оккупированный Донбасс. Отношения между Венгрией и Украиной резко ухудшились после принятия закона об образовании. В частности, его статьи об украинском языке как единственном языке обучения. Будапешт воспринимает это как притеснение нацменьшинств. В частности, лишает права венгров учиться на родном языке и приведет к закрытию венгерских школ. В результате, Будапешт угрожает Киеву всеми возможными способами. И санкциями, и даже пересмотром договора об ассоциации Украины и ЕС. Венгрия будет блокировать и витировать каждый шаг Европейского союза, направленный на сближение ЕС и Украины. Мы гарантируем, что из-за этой ситуации Украине будет очень больно в будущем. Киев продолжает настаивать. Закон не лишает венгерское меньшинство родного языка или самоидентификации. И наш МИД готов донести свою позицию до венгерского правительства. С этой целью в Будапешт прибыл министр Климкин. Вот только ему уже во второй раз не удается встретиться со своим коллегой Петером Сияртом. Сначала тот показательно отказался от разговора с министром на Закарпатье, куда приехал навестить диаспору. Мотивируя это тем, что встречаться нужно было до принятия закона, а не после голосования в парламенте. Сиярта проигнорировал главу украинского МИДа и сегодня в Будапеште. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Венецианская комиссия обнародует свое заключение о законе об образовании в декабре, но уже сейчас призывает Украину отозвать законопроект об антикоррупционных судах. Вместо этого юристы предлагают президенту внести в Раду законопроект, который будет отвечать Конституции Украины и стандартам Совета Европы и позволит избежать политизации процесса отбора судей. Сомнения по поводу новой судебной реформы выражают и общественные активисты. По их мнению, Лилия Катеринчук, например, не место в обновленном Верховном суде. Она претендует на должность судьи Кассационного хоссуда, хотя по результатам мониторинга Общественного совета добросовестности Катеринчук не раз выносила сомнительные решения, а ее не самый скромный образ жизни совершенно не соответствует официальным доходам. Так ли это, мы обязательно проверим и его результатам сообщим вам в ближайшее время. 4 миллиарда гривен в следующем году правительство намерено вложить в ремонт дорог по всей Украине. Сегодня премьер-министр побывал с инспекцией в трех областях. В Черкассах проверил, как ремонтируют мост через Днепр и узнал, что совсем рядом существуют дороги из битого кирпича. Все подробности в нашем материале. Вот так уже пятый месяц черкасские автомобилисты выстраиваются в очередь, чтобы попасть с правого берега Днепра на левый. Пока идет ремонт, проехать по мосту можно утром и вечером в течение трех часов. Строители торопятся, хотят завершить все работы до наступления морозов. Неделю назад подрядчик сдал правую полосу на мосту, на очереди левая. Рабочие надеются, что через несколько дней начнут заливать бетонную подушку. Капитально мост не ремонтировали с 60-х годов прошлого века. Эти работы обходятся бюджету более чем 120 миллионов гривен. В начале реконструкции подрядчик предполагал, что ремонт может затянуться на год. Теперь строители успокаивают. Тут очень разрушено было старое покрытие. На данном этапе ничего страшного нет. До Нового года планируем запустить полностью проездную часть. Проинспектировать, как идут работы, в Черкассы приехал премьер-министр. На дамбе попробовал себя в роли сварщика. В 60 километрах от Черкасской дамбы тоже идет ремонт. Жители Драбовского района закладывают ямы на дороге, битым кирпичом. В районе более 300 километров дороги большинство не ремонтировались десятилетиями. С 1 января такие изуродованные дороги перейдут на баланс местных властей. Премьер успокаивает, ремонтировать их есть за что. Мы створили государственный дорожный фонд, который будет наполниваться и, соответственно, до количества дорог, расповсюджетесь, в том числе и на местные дороги. И поэтому этот механизм даст возможность многим районам побудовать равные возможности для реконструкции дорог. Это будет за счет распределения денег государственного фонда, соответственно, до количества тех дорог, которые будут переборены на местах. Государственный дорожный фонд начнет работать с нового года, но местным властям уже сейчас советуют позаботиться о деньгах на реконструкцию дорог. Ведь проводить их будут за счет софинансирования из местных бюджетов и государственного. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Диагноз для экономики. В Вашингтоне сегодня проходит осенняя встреча МВФ и Всемирного банка. Крупнейшее событие, в ходе которого министры финансов и главы Центробанка в Большой Двадцатке сверяют позиции. Делегаты стран пытаются выбить новые транши кредитов. Чего ждут в фонде? Стабилизация или нового кризиса? И какая ситуация с Украиной? Дмитрий Анопченко следит за происходящим в штаб-квартире фонда. Лишь несколько дней в году Международный валютный фонд, закрытая, в общем-то, организация, где правила строгие, с заявлениями никогда не спешат, распахивают двери. Сотни делегатов, министры финансов и главы Центробанков стран Большой Двадцатки, чиновники и банкиры со всего мира. Главное, что их интересует, к чему готовиться, чего ждать в экономике роста или падения. А еще, что скажет сама Кристин Лагард, что посоветует, благо сегодня есть возможность услышать это от нее лично. Чините крышу, пока светит солнце. Несколько необычно. Цитирую популярного поэта. Директор-распорядитель МВФ начала сегодняшнюю пресс-конференцию. Дескать, поспешите с реформами. По ее словам, ситуация в мировой экономике стабилизировалась, но сохранить все это можно, лишь проводя реформы. Наше предложение – никакого самодовольства. Время принимать такие решения, которые позволили бы людям и странам в целом получить результаты от этого экономического роста, а еще сделать его стабильным. Эту осень Лагард назвала не сезоном дождей, а сезоном действий. Призналась – будет уговаривать всех участников саммита. Действуйте, пока не поздно. Это же касается и Украины. Ситуация с получением очередного транша МВФ нашей страной откровенно сложная. В фонде недовольны ходом реформ. У меня была сегодня возможность буквально несколькими словами перекинуться с первым заместителем главы МВФ Дэвидом Липтоном, который курирует Украину. Так вот, он хоть и сказал, мы продолжаем делать все возможное, чтобы достичь согласия, но чувствовалось – обеспокоен. В чем проблема? Мистер Липтон посоветовал и политикам, и обычным украинцам перечитать его недавнее интервью. Если кратко, в нем – обеспокоенность ходом реформ. А еще до последнего остается открытым вопрос с требованием МВФ повысить цены на газ для населения. Смягчить этот процесс пытается сейчас министр финансов страны Александр Данилюк. И у него как раз в эти минуты встречи и переговоры тут, в МВФ. В любом случае, осенняя встреча МВФ и Мирового банка только стартовала. Здесь, в кулуарах, есть возможность неформально переговорить со многими сильными мира сего. И к финалу саммита финансистов к воскресенью появится ясность и по украинскому вопросу, и что ждет мировую экономику в целом. Сотрудники Николаевского судостроительного завода имени 61-го коммунара снова пришли к кабинету министров. Им до сих пор не выплатили долги по зарплате. За три года их накопилось почти 60 миллионов гривен. Протестные акции длятся уже больше года. На очередную поездку в столицу скидывались всем предприятиям. Поддержать протестующих приехал нардеп Сергей Каплин. Продолжение следует... Наш терпець уже увірвался и больше никаких попереджувальних акций, перекриття дорог и других вещей мы проводить не будем. Мы приняли решение. Если в следующих несколько дней с нами не будет серьезного диалога, если с нами не сядут за круглый стиль, нам не дадут график, и не начнут выплачивать триричную, вдумайтесь только, триричную заборгованность по заработной плате, мы вот тут, как раньше, когда снимали Яценюка, селимся, разбиваем наметы, под огидой распилок социалистической партии Украины, под огидой других громадских рухов и организаций. Миллионные премии за государственный счет. Очередной скандал в Нафтогазе. Нескромные вознаграждения и другие впечатляющие расходы обнаружили ревизоры. Например, комнаты для переговоров за почти 4 миллиона гривен во время суда с Газпромом в стокгольмском арбитраже. А еще десятки, а порой сотни тысяч командировочных и заграничных поездок топ-менеджеров компании. В чьих карманах покоятся деньги Нафтогаза. Подробнее в материале. Богатая жизнь, она другая, и не важно, что о ней говорят. Еще не забылся скандал с элитным автопарком для Нафтогаза, на который потратили почти 40 миллионов гривен. И вот новый, как пишет интернет-издание, украинские новыны связаны с премиями топ-менеджеров. Более чем щедрые вознаграждения они получали в прошлом году. Об этом говорится в акте ревизоров государственной аудиторской службы. На это потратили свыше 50 миллионов гривен. Почти половину этих средств получил глава правления Андрей Коболев. Также среди премированных счастливчиков еще трое члены правления. Сергей Коновец, Сергей Перелома и Юрий Колбушкин. Интересно, что и зарплаты в прошлом году руководители Нафтогаза себе подняли. Аж в 13 раз так заработки главы правления ежемесячно достигали 2 миллионов гривен. Не поскупились, по данным аудиторов, и на премии членам наблюдательного совета компании. На это потратили 15 миллионов гривен. Жить на широкую ногу в Нафтогазе, очевидно, привыкли. В прошлом году глава правления компании пытался купить себе бронированный «Мерседес» стоимостью 5 миллионов гривен. Но общественность сбунтовалась, и от этой идеи ему пришлось отказаться. В этом году автопарк компании все же обновили, причем без тендера. 37 «Шкот» и 6 американских внедорожников GMC Yukon стоимостью 100 тысяч евро каждый. А несколько дней назад стало известно, что в компании задумались о ремонте здания. На это хотят потратить миллион гривен. Тендер уже объявлен. Соломинский райсуд столицы еще на два месяца продлил меру пресечения экс-нардепу Николаю Мартынинка. Это третье ходатайство от САП. Прокуроры снова обещают, что данное прошение последнее, так как следствие уже близится к концу. К середине декабря планируют завершить досудебное расследование. Адвокаты Мартынинка утверждают, что дело затягивают, поскольку доказательств вины их подзащитного у прокуратуры нет. Если прокурор и следствия считают, а они считают, что досудовое следствие завершается, то скажите, пожалуйста, для чего вот эти процессуальные обязательства мы хотим в суд? Мы именно в суде встретимся и доведем безгрызность этих обвинувателей. Это фарс, это масштабная фальсификация, это политическое преследование. Иначе я пояснения не находлю. Это прикрытие своей бездейственности и это выполнение политического замовления против меня. Шановные друзья, за два года можно было все найти. Мы читаем эти папирки, там нет никакого документа, который говорит о том, что я совершил злочин. Осторожно, хакеры. СБУ предупреждает, что Украина, возможно, ожидает новая масштабная кибератака. По данным спецслужб, злоумышленники нацелились на крупные государственные и частные компании. Их основная цель – дестабилизировать ситуацию в стране. В СБУ получили информацию, что нападения могут совершить через обновление программ. Механизм будет схожим с кибератакой в июне этого года. Напомню, что в начале лета были парализованы компьютеры сотен госорганов и предприятий. Досталось и частным фирмам, в том числе и банкам. Турецкие порты закрыты для кораблей из Крыма. После визита генпрокурора в Анкару палата судоходства Турции приняла такое решение. Об этом в Фейсбук пишет пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган. Согласно документу, страна вводит жесткую систему контроля. Руководство портов теперь обязано требовать доказательства того, что последней точкой отбытия корабля был не Крым. Не прекращаются обстрелы в зоне АТО. Сначала суток 9 провокаций. В основном на Донецком направлении. Под огнем боевиков позиции военных возле Майорска, Луганска и Авдеевки. Неспокойно было и в Песках. Есть раненые. На опорных пунктах сегодня работал Руслан Смещук. Армейские позиции в разбитых и безлюдных Песках. Периодически раздаются одиночные выстрелы и короткие очереди. Огневые точки боевиков тут находятся близко от блиндажей военных. Был недавний случай, что даже гадь близко подошли. Ну, в стыкову, конечно, не ходили, но расстояние вырезалось на 10 метров до 50. Между ними они подходили до нас. Приходилось отбиваться. Даже гранатами. Сделался такой отвлекающий маневр. Диверсионная группа до них, их подходила до нас фактически с тылами. По посадке лезли. Лезли. Противник настолько близко, что его укрепления можно увидеть без оптики. С этого места позиции боевиков можно видеть невооруженным взглядом. Вот там находятся мешки с песком, огневая точка. И до них метров 300-350. Но долго здесь лучше не находиться, потому что повышенная активность, перемещения могут вызвать обстрел по этой территории. Уходим отсюда. Миссия ОБСЕ там, с той стороны. Потому что если миссия ОБСЕ, они всегда потише работают. Работают снайпера. Потому что вчера показал тот факт, что наш боец получил ранение. Военные стараются перемещаться по закрытым траншеям. Украинские военные здесь провели просто титаническую работу. Вручную в твердокаменной глине. Меньше чем за месяц отрыли более километра вот таких вот окопов. Причем делали это под постоянными обстрелами. Здесь небезопасно. Вскоре убеждаемся в этом сами. Неподалеку разрывается подствольная граната боевиков. АГС-17. Либо АГС-25. Да. Что-то одно. Вот у них такая прострелка. И хотя сейчас задождила, интенсивность боевых действий только возросла. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. Один миллиард гривен выделят на жилье для военных контрактников. Об этом заявил Петр Порошенко. Часть суммы возьмут из конфискованных средств прошлой власти. Сто новых военных общежитий планируют построить уже в этом году. Качество жилья будет соответствовать стандартам НАТО. Затронул президент и тему коррупции в рядах украинской армии. Глава государства заявил о том, что за малейшее подозрение в воровстве военнослужащим грозит суровое наказание. В том числе и от главнокомандующих. Позиция первая. Никому не дозволю красти в армии. Ті, кто будет красти в армии, руки по-відрубаю. Это позиция президента. Бо армия є предметом моєї персональної турботи. Армия є одним із наших очевидних досягнень за три роки. Я вітаю, коли будь-яка підозра щодо коррупції передається в право охорони. И прямо в эти минуты в Соломенском суде столицы избирають меру пресечения замминистру обороны Игорю Павловскому. Его и руководителя департамента госзакупок накануне задержали детективы НАБУ. Подозревают чиновников в растрате почти 150 миллионов гривен. Дело касается закупки топлива. Каковы аргументы у задержанного, у прокуроров? Мы узнаем у Ольги Теребинской. Она находится на месте событий. Сейчас с нами на связи. Оля, здравствуй. Что говорят судьи? Когда нам ждать решения? Здравствуй, Наталья. Заседание по избранию меры пресечения замминистру обороны Игорю Павловскому длится в Соломенском райсуде столицы с двух часов дня. Ему инкриминируют растрату или завладение госимуществом через служебное положение суммой в 149 миллионов гривен при закупке топлива. Прокуроры просят содержание под стражей два месяца или же залог 75 миллионов. Адвокаты же настаивают на личном обязательстве и говорят о том, что чиновника готовы взять на поруки. Максимум, по их мнению, это домашний арест. Кстати, на поруки Павловского вызвался взять замсекретаря СНБУ Украины Олег Гладковский. Сам подозреваемый вины своей не признает. Утверждает, в его должностные обязанности не входит определение цены и подписание договоров. Министр обороны Степан Полторак также прокомментировал задержание своего зама. По его словам, Павловский – профессионал своего дела. Был в АТО во время активных боевых действий. Но если суд докажет его вину, то он должен за это ответить. Мы должны извинять людей, всех, не только Павловского, до решения суду и не цепляться на них и релоките, что он злочинец, потому что у него есть дети, родные, близкие, друзья. И вот буквально только что закончилось заседание и стало известно. Мера пресечения – круглосуточный домашний арест и его обязали носить электронный браслет. Также напомню, вчера вместе с Павловским задержали директора департамента госзакупок Владимира... Владимира... Владимира, извините, пожалуйста. Владимира Гулевича. Сегодня также должны избрать меру пресечения, но пока неизвестно, началось ли заседание. Подозрения по этому делу вчера вручили четверым чиновникам. Что касается фирмы, у которой закупали топливо, в СМИ пишут, что ее руководители успели покинуть страну. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская из Соломинского суда, где только что избрали меру пресечения для заместителя министра обороны. Обновленные пенсии не для всех. Украинцам с оккупированных территорий выплаты пересчитывать не будут. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева. По его словам, это не предусмотрено пенсионной реформой. Этот же сценарий ждет и вынужденных переселенцев, если до переезда они не забрали материалы личного пенсионного дела. Но эту проблему в МИД соцполитики пообещали решить в течение нескольких месяцев. А вот новая медреформа лишь узаконит платную медицину и усугубит коррупцию. Такое заявление прозвучало в Кмельницкой области от лидера оппозиционного блока. Юрий Бойко отметил, что Верховная Рада должна рассматривать законопроект уже на следующей неделе, но оппозиционеры за нее голосовать не будут. Фракция ОПО-блока предлагает свой вариант – страховую медицину. Государство платит страховой взнос за пенсионеров, а работодатель за своих сотрудников. Но пока все же проверит ежегодную декларацию замначальника следственного управления нацполиции Дмитрия Бута. На это уйдет два месяца. А пока антикоррупционеры уищут нарушения, наши журналисты сами сводят дебет Дмитрия Бута с его кредитом. Красиво жить не запретишь. Этому принципу следует замначальника следственного управления нацполиции Дмитрий Бут. Не имея собственного бизнеса и всю жизнь находясь на госдолжностях, он сумел сколотить приличное состояние, которое исчисляется миллионами долларов. Только за последние три года в структуре МВД Бут купил две квартиры площадью более 200 квадратных метров в самом дорогом жилом комплексе страны и дополнительно три парковочных места. Это приобретение обошлось чиновнику более чем в 600 тысяч долларов. Еще около полумиллиона ушло на шикарный ремонт. Полицейский заказывал эксклюзивную мебель, сантехнику и кафель из Италии. Практически все стройматериалы привезены из Европы, утверждают источники, близкие к Буту. Такой же ремонт сделан и в этом доме на 360 квадратных метров. Он находится в селе Горениче под Киевом. Эксперты оценивают его более чем в один миллион долларов. К тому же Бут засветился с продажей вот этого гостиничного комплекса на Бердянской косе стоимостью порядка полумиллиона долларов. Часть недвижимости по документам не имеет никакого отношения к чиновнику и записана на жену и родителей. Ее общая стоимость по скромным подсчетам порядка трех миллионов долларов. Официальная же зарплата Бута 207 тысяч гривен в год. Можно в принципе оформить на своих родных, на третьих лиц, на подставных лиц. Вот очень часто мы видим, что то или иное предприятие, там выступает некий абсолютно третье лицо. Ездит Бут с супругой на внедорожниках Volkswagen Touareg. В декларации чиновник оценил автомобили в 130 и 170 тысяч гривен. А вот официальный дилер такое авто в максимальной комплектации оценивает в полтора миллиона гривен. Умножаем на два. Не внес Бут в декларации и этот автомобиль. Range Rover стоимостью 3 миллиона гривен. Итого общая сумма машин 6 миллионов гривен. К слову, на этом элитном внедорожнике нанятый водитель возит сына обычного полицейского в одну из самых дорогих гимназий столицы. Годовое обучение здесь стоит 225 тысяч гривен. Еще более 300 тысяч платит чиновник за учебный год младшей дочки в Новопечерской школе. К слову, здесь последние несколько лет училась и старшая дочь. Сейчас она получает образование в Великобритании. А годовое обучение детей в элитных школах обходится около миллиона. В этом году прибавилось образование и старшего ребенка за границей. Если это касается Швейцарии, Британии, Соединенных Штатов Америки, оно может доходить до 100 тысяч долларов в год. Например, Гарвард, если я не ошибаюсь, стоит 100 тысяч долларов в год. То есть приблизительно так и колеблется цены. То есть от 50 до 100 тысяч долларов в год. За последний год Дмитрий Бут летал во Франкфурт, Анталию, Цюрих, Милан, Амстердам, Будапешт, Сплит, Женеву. Его жена со старшей дочерью дополнительно посетили несколько раз Лондон, Дубай, Венецию и Рим. Мы не знаем, каким классом перелетов они пользовались, обычным или бизнес, но наши подсчеты впечатляют своими цифрами. На троих только на перелеты чиновник потратил от 300 до 900 тысяч гривен. К тому же мы не учли билеты еще двоих детей полицейского, а также их отдых за границей, приобретение туров, аренду гостиниц, ужины в дорогих ресторанах. Представители турфирм говорят, такой отдых на пять человек в течение года Буту обошелся минимум в полтора миллиона гривен. Подводя итог, за последние три года расходы замначальника следственного управления нацполиции составили недвижимость куплена на 3 миллиона долларов, три автомобиля обошлись чиновнику в 6 миллионов гривен, обучение детей в элитных киевских школах и старшей дочери в британском вузе по самым скромным подсчетам составляют около 2 миллионов гривен, плюс полтора миллиона в год на семейный отдых за границей. Итого расходы составляют порядка 3 миллионов долларов и около 10 миллионов гривен. Официальная зарплата обычного полицейского Дмитрия Бута по декларации составляет, напомним, 207 тысяч гривен в год. К тому же после прессинга аграрных предпринимателей супруга чиновника оформила частное предпринимательство в этом году и теперь торгует продуктами питания. По результатам нашего расследования в НАПК уже инициировали дополнительную проверку декларации и расходов чиновника Бута. В нацагентстве обещали предоставить полный отчет через два месяца. Однако в предыдущий раз нарушений в декларации полицейского антикоррупционные органы не нашли. Скорее всего на проверку чиновника повлияли влиятельные друзья в НАПК и СБУ, а также верхушка МВД, которая оборотень в погонах конвейерам поставляет миллионы долларов. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер. После серии журналистских расследований о нескромной жизни коррупционных схемах замначальника следственного управления Дмитрия Бута, чиновник все же внес изменения в свою электронную декларацию. В графу недвижимость полицейский заново вписал купленные квартиры в Новопечерских Липках, уменьшил сумму официальной зарплаты и добавил презент собаку, который оценил в 160 тысяч гривен. Но дом в Гореничах, обучение детей, третий автомобиль и элитный отдых за границей Бут так и не задекларировал. Холодный сезон в Одессе. Без отопления здесь рискует остаться целый микрорайон. Чиновники сохраняют олимпийское спокойствие, чего не скажешь о местных жителей. Сегодня они вышли на митинг, который закончился ультиматумом. Чем угрожали, расскажет Андрей Анастасов. О перебоях с отоплением эти люди знают не понаслышке. Но впервые им грозит полное отсутствие тепла. Ситуацию усугубляет то, что электрообогревателями в их домах пользоваться нельзя. Не выдерживают старые сети. Не дай бог не дадут тепла. Я не знаю, что это будет. Лучше пропадем. В микрорайоне Шкодова гора проживают около тысячи человек. Раньше они получали тепло от котельной Одесского нефтеперерабатывающего завода. Летом НПЗ конфисковали в пользу государства. И на днях людям сообщили, специально для них котельную никто запускать не будет. Появилось письмо, что нас не будут отапливать в этом году категорически. Местные жители собрались на митинг. Так они еще с прошлого года предупреждали чиновников о проблеме. И те даже обещали построить для жилмассива отдельную котельную. В мае месяце горсовет принял решение о строительстве этого объекта. Вопрос городской власти. Почему у нас нет котельной? Чиновников люди приглашали на митинг. Но те не приехали. Поэтому идут искать ответы сами. На предприятии Укртранснефтепродукт, которое сейчас управляет заводом, им даже не открыли двери. Забаррикадировались. А в департаменте городского хозяйства, который отвечает за поставку тепла, на месте не оказалось ни одного сотрудника, чтобы разъяснить ситуацию. В итоге люди прямо в приемной начальника ведомства выдвигают ультиматум. Мы заявляем о том, что если нам не дадут тепло, мы перекроем дорогу и ни одну машину не пропустим по нашей трассе. Мы также пытались узнать в мэрии, как видят они решение проблемы, но в комментарии нам отказали. Отопительный сезон в Одессе должен начаться через 2-3 недели. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Нардеп от Народного фронта Юрий Березов в центре скандала. Накануне в Днепре во время матча 2-й лиги чемпионата Украины по футболу подрались фанаты. Несколько ударов в лицо получил и президент клуба Днепр-1, он же Нардеп Юрий Березов. После чего написал заявление в полицию и пошел снимать побои. Болельщики назвали это банальным пиаром. Драка между болельщиками произошла прямо на стадионе в перерыве между таймами. Фанаты Днепра решили разобраться с теми, кто пришел поддержать другой клуб Днепр-1. Группа людей избивает двоих парней. В толпе можно узнать и Народного депутата от Народного фронта Юрия Березу. Он наносит удары из-за спин товарищей, а потом вообще покидает трибуну под громкие крики болельщиков. Юрий Береза на трибунах не простой болельщик. Он президент недавно созданного спортивного клуба Днепр-1. Буквально через несколько часов после инцидента интернет запестрил заголовками. Болельщики избили Народного депутата. Сам он объяснил, зачем полез в драку. На своей странице в фейсбуке написал, защищал интересы клуба и внука. Дескать, на стадионе было 700 школьников. Хотя парни на видео на учеников совсем не похожи. Мы попытались получить комментарий Юрия Березы. Но по телефону он сказал только, что находится в больнице. Я в ликаре сейчас. Я попросил. Давайте немного позже. Я вам отгоню. Фанаты Днепра заявление Нардепа об избиении называют обычным пиаром. Говорят, столкновение между болельщиками – дело обычное. И писать заявление в полицию никто никогда не бежал. Цель просто была, ребят, забрать барабан. Вот и все. Ну, как бы, простое куражество определенно. И даже никто не собирался никого бить. Заказные сайты и журналисты, которые пишут, что ногами раскидывали детей, подростков, женщин. Ну, как-то тематика прикрытия детьми мы уже читали. Если он создал клуб, создал своих псевдо-фанатиков, которые за деньги приходят поддерживать свой любимый клуб, что уже смешно априори, то пусть добр привыкай. Если он не ожидал, что думал, что ему конфеты принесут на сектор или что. Нардеп от Народного фронта Юрий Березов. Бой идет не впервые в конце сентября. В СМИ появилась информация. Депутат избил и жителя Кривого Рога до полусмерти. Медики тогда диагностировали перелом четырех позвонков. Причиной такой жестокости якобы стала попытка мужчины поджечь дом Березы. Елена Медлюк, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. В Барселоне снова нет согласия. Тысячи сторонников единства страны вышли на улицы в честь национального праздника. Дня Испании это явно не понравилось тем, кто совсем недавно голосовал за независимость Каталонии. Завязались драки. Чем все закончилось, видел Алексей Пшемысский. Барселона во флагах Испании. Тысячи людей вышли на улицы города. Они протестуют против отделения Каталонии. С самого утра люди стали собираться на площади Каталонии, где обычно свои акции проводят приверженцы независимости. Митингующие держат плакаты «Каталония – это Испания» и скандируют Пучдемона в отставку. Мы вышли против лжи, которую распространяет Пучдемон. Его ложь разделяет наше общество. Мы должны быть едины, а не делить страну. Это отделение противоречит европейским ценностям. А мы за Европу. Мы любим Европу и хотим и дальше здесь жить. Пучдемон разрушает Испанию. Не обошлось без происшествий. К митингующим подошла группа сторонников независимости. Держа большой флаг Каталонии, завязалась драка. Однако полиция быстро вмешалась и устранила конфликт. Тем временем в Мадриде прошел парад в честь Дня Испании. Не без происшествий и здесь. Во время парада один из истребителей разбился при заходе на посадку на военной базе. Пилот погиб. Тем временем официальный Мадрид выдвинул ультиматум президенту Каталонии. У Пучдемона есть время до 10 утра понедельника, чтобы дать ответ, была объявлена независимость или нет. Если он будет положительным, то мы даем еще три дня до четверга, чтобы он мог отменить это решение. В ответ в Каталонии лишь вновь повторили. Решение принято, но пока не вступило в силу. Пучдемон четко сказал, что объявляет независимость, исполняя волю каталонского народа. Однако пока не вводит это решение в силу, чтобы дать возможность для переговоров. Рахой должен решить, продолжать репрессии против нас или начать переговоры. Если Испания ведет в действие статью 155, каталонцы будут защищать свое правительство. Статья 155 Конституции позволит Мадриду отправить правительство Каталонии в отставку, а регион лишить автономии. Если Пучдемон не ответит, Мадрид сделает это уже в понедельник. Из Барселоны Алексей Пшимыский, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Суд по-соседски. Австрия готовит иск против Германии. В Вене недовольны дорожным сбором для легковых автомобилей, которые Германия планирует ввести за проезд по своим дорогам. Чем же австрийцам, которые сами берут плату за пользование автобанами, не угодил немецкий налог? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Австрия идет в суд в европейский, тот который в Люксембурге. Подает иск против Германии. Предмет спора – дорожный сбор для легковых автомобилей, который немцы вскоре планируют ввести за проезд по автобанам страны. В Австрии считают он дискриминационный, поскольку ущемляет права иностранных водителей. Ввести плату за пользование автобанами в Германии решили еще несколько лет назад. Велосипед не изобретали и переняли опыт других европейских стран. То есть разработали собственную виньетку, которую должен будет приобрести каждый водитель. Цена от 10 до 70 евро. В зависимости от срока действия, объема двигателя и экологических характеристик машины. Покупать наклейку должны будут все водители, которые планируют ездить по Германии. Но своим немецким правительство ее стоимость компенсирует за счет снижения единого автомобильного налога. Это и возмутило Австрию. В Вене заявили – либо платят все, либо никто. Подключить к судебному иску австрийцы пытались Чехию и Нидерланды. В Праге подумали и отказались судиться. А голландцы уже заявили – скорее всего согласятся. Европейский суд планирует рассмотреть иск в начале следующего года. Но вполне возможно, что до этого и не дойдет. Сейчас в Германии формируют новое коллекционное правительство. И в него войдут две партии – свободные демократы и зеленые, которые сами выступают против дорожного сбора. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Это все новости на сегодня. Завтра, в пятницу, итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. А я прощаюсь с вами до субботы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!